Молодец, Серёга. Молодец, ура. Вот всё, слышно. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Игнатий, вот мы не могли людей собрать, каких надо. У всех это работа, рабочий день. Здравствуйте. Во пределах. Ты возьми стул, садись рядом. И вот у меня тут, я думаю раньше предупредить, опять обидишься, что никого не собрал, а выходишь на связь. Вот такое. Подумал, опять шишек-то мне надо. Ну, сейчас уже 9 часов. Сейчас-то у нас 9. Всё нормально, сейчас 9 часов. У вас 9, у нас 8. Вот как положено. У меня ситуация тут такая возникла, что казахи меня заметили. Можно ли это говорить в интернете? Не знаю. Заметили, что один такой во весь посёлок с бородой, да и всё, и начали. Сегодня ко мне подходит и говорит, а ты знаешь, если человек изменится, это возможно? Я говорю, возможно. От мирской жизни к Богу, если изменится, то это возможно. Вот. Они, нет, не так изменится. По-другому. А как? Ну, я думаю, если в лучшую сторону изменится, то хорошо. Да, да, в лучшую. А вот у нас один поп перешёл к нам и стал мусульманином. И такой он мусульманин стал хороший, крепкий, вот туда-сюда. Вот. Я говорю, ну, а что вы хотите, чтоб я, что ли, перешёл или что? К чему разговор-то этот? Они говорят, ну, а что, ты что, считаешь, что христианство всё это... Я знаю, я говорю, кроме Христа под небом другого спасения и нету у нас, кроме Иисуса Христа. А зачем мне, как вот я 40 лет на этим самое изучаю, у меня тётка, и все тётки, и бабушки, и прабабушки, все православные были, а сейчас я куда пойду? Вот. А потом, я говорю, посильнее придут какие-нибудь власти, у них своя вера. Вот. Потом меня заставят к ним перейти, я вас продам потом, говорю, вот так вот. Ну, это вот такие разговоры. Я говорю, нет, невозможно, мне 70 лет, если что, мне всё равно умирать. Какая разница, я жизнь уже прожил. Я ни за что, я не смогу, мол, перейти туда. Они говорят, посмотрим, посмотрим, как не сможешь ты. Уже вроде какие-то угрозы, что ли, не знаю. Вот такой подходит, а я знаю откуда. У меня сосед был, хороший сосед, казах. Мы друг другу помогали, всё. Он все наши занятия, все слушал, прослушивал, понимаешь? Через стенку там хорошо слышно. Может, от него это исходит. Но он хороший такой. Мы помогали всё друг другу, и всё такое. Я помогал всегда им, не считался. Там у них мать-бабушка была, тоже им помощь всякую оказывал. И дружили, можно сказать, дружили. А вот сегодня поехал к нему на работу, там кое-что он мне пообещал. Приехал, и вот подают там, ну, люди подошли, вот такой разговор со мной в начале. Мол, веришь, что человек может измениться. Это вполне, если уверовать в Иисуса Христа, конечно, может измениться. Всё мирское оставить и последовать за Христом. Вот. Здесь полная перемена и измена только таким образом может измениться. Сам по себе, как мирской человек, как он был, таким он останется. Он не изменится. Не курить ему слабо бросить. Это, знаешь, если рак только приключится, он тогда и то вряд ли. Вот. А так, со Христом, я говорю, я много чего делал, но всё оставил. Боясь, что наказание будущее вот этого. Ну, вот к нам перешёл священник, он таким вот хорошим мусульманином. Вот. Ислам надо принять. Вот всё. Про ислам они мне говорят. Вот это вот. Надо принять, давай это, переходи. Я говорю, не, я не перейду. Посмотрим. Посмотрим. Всё посмотрим. Вроде как запугивает или что. Не знаю. Вот. Ты там поболись, как мне поступать-то? В смысле это? Это куда это? Уезжать надо куда или не надо? Или будь что будет. Это вот, допустим, как скажешь, я так и сделаю. Пророк Исаия говорит, что все народы побегут к своему народу. Каждый побежит. Так что вас гонят сейчас. Если гнать будут, то ясно куда надо идти. К русскому народу прибивайся. Вы находитесь в другом государстве. Ну да. В мусульманском государстве. У них же нет того, что там полюби, пророка. У них этого нету. Он тебе вот кинжал в горло и всё, принимай, принимай. Больше ничего нет. Они не знают, что такое любовь. Они понятия не имеют. У нас всё строится на любви. За наши грехи умер Христос. Мы даже начнём расспрашивать. Скажите, кто у вас тут пророком считаете? Ну, они нас зовут Мухаммад. Скажите, а его детство расскажите. Они не знают. Они не знают. Это у них нет. Это уже придумывают. Дальше скажите, что он конкретно для меня сделал? Ничего он и не мог сделать. Он меня не знает. А у нас Рождество Христа в двух Евангелиях написано. За меня он умер. Мои грехи взял на себя. Теперь, какая его была кончина-то? Чего вы не пишете-то? Где он после смерти? Вы ничего не знаете. У вас не написано. А у нас написано. Он вознёсся на небеса и грядёт со славой великой судить мир. Он будет судить мир. И вот представьте, был священник. Он перешёл. Полосин Вячеслав его звать. Это священник. А ты это знаешь его, да? Неужели не знаю? Конечно. Он был депутатом Думы. Мы не знаем, как он перешёл. Он нигде не говорит, что там. Обычно бывает так. Где-то вот попали в плен. Русские. В Афганистане. Они их сразу же выстраивают. Так ты обрезание принимаешь, нет мусульманинам? У них, как у нас убеждать, говорить, у них этого нету. У них всё построено на убийстве. Ну какая это вера-то? Ну, там пятеро согласились татары, а мы всё равно татары. Они приняли. А другие сразу расстреляли, зарезали. Вернее, зарезали. Голову отрезать надо, своими руками режут. Ну какая вера-то? Что сравнивать-то? У нас заботься о врагах. Позаботься. А у них врага только уничтожают. Даже не враг я. Что они сейчас там делают? Им надо рассказывать о Христе. Я говорю, ладно, ты там всё по-своему. Но теперь скажи, наступает Пасха Христова. Ты никому не можешь сказать, Христос воскрес. За одно это только. Ты уже должен умереть. Он воскрес, за меня умер. Он воскрес для моего оправдания. Он воскресит меня. Христианство принесло совершенно новое в мир. Неведомое. Оно приблизило к нам Бога, Отца. Христос говорит, видящий меня видел Отца. У них этого ничего нету. Совершенно нету. И они даже не знают, что Отче наш молитва. Я Отца называю Отец мой. Отче наш. То есть, Отец наш, сущий на небесах. У них этого нету. Нету. У них так, предопределенность есть. Он попал в трясину, можно не вытаскивать. Раз Аллаху угодно, пусть он тонет. А у нас никак. Мы до самого последнего будем помогать человеку. Он же совсем ничего не знает. А у нас заботятся о нем. Почему? Христос поверил так. И нет больше той любви, как то душу положит. А у них душу вытряхнуть, убить. Сейчас где эти взрывы? В Нидерландах, во Франции, в России, в метро. Кто? Православные или мусульмане это делают-то? Тут уже говорить не надо. Это они все делают. Но теперь сравни одно с другим. Горы трупов за вами. А у нас ничего этого нет. Мы только молимся, зовем, чтобы вы покаялись. Человек-убийца это сатана. Если вы этим занимаетесь, то вы от сатаны все, которые убиваете людей. Это 8 глава 44 стих написано. Отец ваш дьявол. Он есть человек-убийца и лжец. Вот и весь сказ. Мы их не трогаем, им рассказали о Христе, не приняли. Значит, вы знаете. Я тоже говорил о Христе. Я говорю, я всю жизнь христианин. Как я говорю? Да не надо про это говорить, христианин я. Ты говори о Христе, а не о христианине. За нас умер Христос. Христос умер. Евангелие от Иоанна 3, 36. Верующие в Сына Божие имеют жизнь вечную. Они верующие не увидят жизни. Хоть как ты верь. Хоть сто баранов в день съедай. Это ничего не поможет. За наши грехи возьмешь здесь смерть. Риммон 6, 23. Смерть. А как я умер? Я ничего не... А за меня Он умер. Взял мои грехи. Агнец Божий берет на себя грех мира. Он умер. Вот и все. И то они говорят, а мы признаем Иисуса Иса. У них пророк Исаак. По описанию Он совершенно не наш Иса. Это другой какой-то. Наш Иисус умер за наши грехи. А у них просто Он умер. Его не распяли. Он не воскрес. Это не наш Христос. И Аллах это не наш Бог. Там другие качества, другой разговор. Вот я сегодня после этих разговоров пришел, помолился как следует. Открыл Даниил 11 глава. Да, говорит, восстанет царь на Грецию. Вот. И самое. Но восстанет ненадолго. Он рассыплется, потом и памяти о нем не останется. Вот это вот. Вот такое я прочитал после его. Мы про это гадать не будем. Главное, что мы знаем, что мой Иисус умер за меня. Да. И он говорит, я воскрешу верующих в меня. Он нас нанял в свой виноградник. А говорит, я столько лет верующий. Зачем эти слова говорить? Ну, они столько лет. Ты вчера утром только первый раз о Христе узнал. И что? Отречешься от него? Нет. Он умер за меня. Был такой писатель, Шингиз Айтматов. Киргиз. И он написал роман «Плаха». И вывел главным героем христианина. И литературная газета спрашивает, вот вы мусульманин. А почему у вас герой главный, там, Арисарх, какой он христианин? Потому что, говорит, умер за грехи людей. Не Мухаммад, Магомед, нет, а Христос. Это, говорит, мусульманин. Что он говорит? Он за меня жизнь отдал. Наш Бог, сотворивший мир. Послал Сына Единородного. У них учения о Троице вообще нет, они не признают ее. Куда идти-то? Чего ради? Идти некуда. Куда идти? А кто собирается куда-то идти-то? Из жизни в смерть, скажи. От жизни в смерть перейти. Да. Он еще ничего не знает, а уже, ну подожди. То есть, другого у них пути нету. Это еще развитие большое, ум большой. А вам это намек. Русские люди должны подумать о родине своей. В Латвии везде там гнали их, они все смотались. А родине? Был он куда на родине? Пойдешь и не знаешь куда. На вокзале останавливаться что ли? Ну, молиться надо. Если пророк Исаия говорит, что каждый побежит к своему народу, то, значит, это исполнится. На евреев, говорят, сначала пошлю рыболов, а потом охотников. Рыболовы, это первое, в Израиле хорошо, то есть на червячка клюнуть. А потом гонение на евреев будет. И гонение поможет вернуться на их исконную родину, данную им Богом. Гонители-то они охотники называются. Они выполнят эту роль. Будут на вас охотники, сегодня, завтра будут все отнимать. У нас в Киргизии-то были, все по полцене бросили. А которые в Чечне были русские, вообще все бросили. Бежали оттуда. Там было русских, может, процентов 25, а сейчас даже полтора процента нету. Ну, все, слава Богу, пока все хорошо. Я то, что ответил, то ответил уже. Все, тема закрыта. О нем больше не надо говорить, не надо. Ну, все хорошо, все хорошо. Мы знаем, что за нас умер Христос. И он за нами. Никогда я от этого не отойду, Игнатий. Какого бы я не был там? Ну, дай Бог. Дай Бог, да. Дай Бог, да. Игнатий, вот скажи тут, Люда, вот, я сказал твое мнение, а Валерий-то сказал я. Вот, Люда послушала. Я говорю, да чего уж, так прям все это и гибельно, так все плохо. Я говорю, да. Я еще сказал, я говорю, вот, наделал такую ошибку. И Игнатий говорил, говорит, какая тут ошибка? Тут гибель, какая тут ошибка? Да. Ну, он когда был у нас, вы были у нас здесь-то, и ты мне про него говорил. У меня внутреннее чувство, я про него ничего не знаю, внутреннее чувство, что ненадежный воин. У меня первое чувство такое было. Я его не знаю, ни одного шага его, но только смотрел на него и думаю, ненадежное воинство. А куда он попал там? Это все грех, если только что-то там есть и ничего не будет, тем более никого не слушает. Ты столько ему дал, говорил, и он тебя не слушает. Как это, хорошо разве? Никого вообще не слушает. Ну, это означает, попала шли я, все. Ни мать никого, и мать тоже так же говорит, как я ему говорил, и бесполезно все. Без совета дело не состоится, так написано. Ну, ладно, ты по делу давай говори, что? Все, по делу, Люда, давай. Ну, подойди сюда, пять и спроси. Ну, ведь все, нечасто выходим-то. Да, понял. Ну, давай пять минут. Ага. Я у вас уже спрашиваю. А мне говорят, что надо, я у вас спрашиваю. Понятно. Мы дальше с тобой говорили, ты спросил про отца Дмитрия Дудко. Вот это интересно, главное. Вот, где-то он перешел эту грань, и назад уже вернуться не мог. Он стал прославлять коммунистов. Сам же страдал. И столько беды перенес от них. И стал везде говорить, что надо Сталина канонизировать. Сталина. Большего злодея в мире не было. Гитлер, по сравнению с ним, это мальчишка. Гитлер своих-то не гнал, не раскулачивал. Гитлер пришел на развалины, его выбрали. А этих-то он грабил. При царе-то он бандитом был. Взрывали, деньги крал везде. Он разбойник. И вот в этом и умер, беспокаянный. На его совести 66 миллионов человек погубленных. И вот он его все, я не дождусь, когда можно будет сказать, святы Иосифе, моли Бога о нас. Это он пишет. Я слышал его слова. Прям слышал. А потом стал духовником безбожной этой газеты. Завтра у коммунистов. КПРФ. Там, Александр Проханов. Ну, куда дальше-то идти? Только можно скорбеть и плакать, чтобы Бог отнял разум. Помутнение, рассудка. Я перед тем, как уехать в Америку, вот, беседовал с отцом Глебом Якуниным. Он уже умер тоже. Он говорит, у него в голове каша, у него все там сбилось. А что, вот это вот прославление, вот они везде вокруг него. Я-то его хорошо знаю. Я у него много раз был и прочее. Помощь никак нельзя было. Тоже у него дома я был. Тоже беседовал с ним, общался с ним. Ну, вот я просто к дальнейшему разговору сказать. Надо бдительно ходить над собой, смотреть. Нам Бог открыл истину. Открыл истину в православной церкви. Это надо беречь. Мне, Эрдатин, в заключении еще хочу сказать. Володя у тебя нравится, уж очень больно. Нравится сильно он мне. Ты знаешь, к нему и народ будет располагаться. Его любить будут. Володю. Он старец будет хороший. С него. С Володей. Какой он хороший человек очень уж. Я рад его видел. Маленько пообщался. А он мне вот в душу прямо влез. А вот к Виктору такого отношения, как к Володе, не будет. К Виктору другое будет. Вот так. А так я люблю. Вот этот простой парень с тобой, с Украины или он откуда вот приехал. Никита. Никита так. Вот. Тот простой такой доверчивый как бы. Вот. А Володю любить просто можно. Володя вот и располагает очень уж к себе. Да. Володь мне большой период. Как у тебя к церкви так к тебе относятся на сейчас? В церкви ко мне хорошо относятся. Вот мои новшества многим нравятся. Я запретил прямо объявления на дверях вляпал, что в брюках ни в коем случае не заходить. В брюках не ходить, в блатках с губами крашенными не заходить. Вот это вот все это в объявления. Сам художник сам пишу. Сам вешаю и сам пишу. Вот это вот. А теперь хочу еще на эту кассу повесить объявление, чтобы во время службы никакая торговля запрещена полностью. Вот это все буду делать. Ну уже почти делаю, уже. Вот сейчас эта пасха, там такой поток был, что никакая запруга не поможет прорвать это все. Они раз в год появляются и все. Это постоят и уходят. А у нас ни один человек с чужой не заходит. У нас какая тишина. Ты видел, вот я поставил ролики, как у нас идет богослужение. Полная тишина. Никакой торговли нет. У нас вообще нет ни рубля не появляется. Все свои, все одетые по форме. Все посты соблюдаем до одного. Как желаем, так Господь усыновил при желании. Я люди говорю, что они вот зашли, ушли. Это прохожане, да слава Богу, что хоть так пришли. Понимаешь? А за что им, слава Богу-то? За что? Что они хоть так-то пришли? За что? Поглазели, шуму понаделали. Кто молился и тому помешали помолиться. Понимаешь? Хоть как-то это ничего не значит. Написано на ресталище, на стадионе. Бегите, чтобы получить. Бегите. Многие бегут и один получает награду. Всем умом, всем сердцем, всей душой. А хоть как-нибудь. Ну, хоть как это наемник. Он подошел, постоял и ушел. Надо работать в винограднике. Работать. И тогда будет награда. А хоть как-нибудь это для тебя только, для человека. А для Бога это пустое. Всем умом, всем сердцем, каждую свободную минуту для Бога. Они десятину не платят. Не платят десятину, значит, торговля будет, воровство. Да, да. Святую десятину выбросили, а проклятую торговлю держат. Где торговля в храме, это означает, Христос туда еще не приходил. Где Христос, там оно выброшено все. Вот они, как бы, у них мимо все вот эти слова, вот эти крестовые. Вот эти, им, как бы, они не трогают их и не значатся для них. Они вот и слышат, как Господь говорит, что и слухом услышите, и не поймете, в чем дело. Не услышите. Вот это. Все это так. Писание, говорится, вы, Господь говорит, я взывал к вам, то есть давал заповеди, не торговать. А вы продолжали. Вы будете взывать, и я вас не услышу. Вот мы считаем 28 глава 9 стих, притча Соломона. Господь говорит, кто отклоняет ухо свое от слышания слов Господних, молитва того в мерзость. Он даже молится, свечку ставит, а то все мерзость, мерзавцы. Потому что Слово Божие говорит идти только так, прямо, во свете, открыто. Если ты видел грешника согрешающим и промолчал, он погибнет. Но его кровь, я с тебя взыщу, Бог говорит. А если ты говорил, предупреждал не торговать, повесил табличку, они сорвали ее, ты спас твою душу, а они погибнут. Кровь их на их голове будет. Ты никогда не останавливайся на половине. Тебя гонят, давят, исключают, никакой роли это не играет. Быть верным Иисусу, вот главное это. Будь свободным в Боге. Где Дух Господень, там свобода. А это рабы, пленники. Они боятся друг друга, боятся архиерея, архиерея боится синода, священник трепещет. Зачем ты стал трусливый-то? Участь боязливых в озере Огненном. Считай откровение 21 глава, 27 стих. Участь боязливого в озере Огненном. Ни один на небо боязливый не пойдет. Почему не закрыть кассу-то? Закройте ее, выкиньте. Она не должна быть ни в службе, ни после службы. В стенах храма ее не должно быть. И в ограде не должно быть, канон говорит. Они на это никогда не пойдут. Я как-то попал. Берут налоги, где налоговую меня вызвали здесь. Ну и сколько вы продаете свящей? Я говорю, ни одной. Как? Ну вы же православные. У нас воск покупаем, бабушки льют, мы ставим. А как крестите, сколько берете? Нисколько, у нас все бесплатно. Они забегали с кабинета в кабинет. Им надо деньги, потому что там сидит много паразитов. Они присосались, как клещуки весной, на шее быка. Но нет у нас ничего. У нас ни копейки нету. Нету ничего. И в то же время есть. Вот библейское общество, там библии издают. А они с Новосибирска приехали. Так у нас сделали не один раз сборы. И все это не тысячи, а шестизначными цифрами собирали. А пенсионеры одни. У нас народ очень хороший. Ревностный. Геннадий, в Светлую Седмицу еще по возможности можно не работать или как? Я? В Светлую Седмицу. Как работать? Можно ли? Ну как работать? Конечно. Ну еще два дня попраздновал, хватит. Хотя бы дня два там. Ходи, благовестуй, посещай больных, нищих, сирот, дудов. Ну а дальше-то уже работать. Раньше, когда люди были самостоятельные, у нас в деревне отец говорит, неделю не работали. Неделю. А у нас вот два дня они там попраздновали. Ну и дальше все выходят на работу. Иначе мы не успеваем еще сделать. Нам надо дамбы сохранить. Ты сейчас смотри, мы будем ролики ставить. Уже как пруды наши сделали. Как зимой там деревья выпиливали. На снегоходах возили. Ты прямо на канале на нашем смотри. Я смотрю все ваши ролики, я просмотрю. Как вы дорогу строили, как вы все там делаете. Я все смотрю. А вот деревья как пилили на следующей неделе. Это мне даже там закачать. У меня очень трудно закачиваться. И там несколько роликов соединять надо. У меня нет такой программы. Да, это самое. Что еще хотел спросить? Люд, спроси. Я задумалась. Он смеется. Людей всех выгнать, всех выгнать, свечки не ставить. На них вообще ходить никто не будет. Будем втроем ходить? В церковь. Куда? В церковь. Если торговлю убрать, то убрать никто не зайдет больше в церковь. А они все знают, что скажут. А они не нужны, пусть не заходят. Ну я все понимаю, но никто не останется. А торговля не нужна. Господь никого пальцем не трогал. А порол только торгашей. Единственный, кто был. Ни разбойников, ни бродяг, а только торгашей. Дом мой, домом молитвы наречется. А вы, торгаши, сделали его домом торговли. Комок. А в последний раз выгонял, когда сделали вертепом разбойников. А кто разбойники? Попы, архиереи, в Софрино откуда получают. Это главные разбойники. Там продаете-то что? Все нечистое. Нитка, обмазанная вот этой мерзостью, она трещит там, что попало. А то разве свещают? Ты посмотри, какие у нас стоят свещи восковые. Там запах, аромат. Об этом Серафим Саровский сколько говорил. Свещи должны быть только чисто восковые. У вас ни одной свещи, пожалуй, не найдешь там. Нет, не найдешь. Мы купили воск, и одна знакомая пришла и говорит, а моя мама сама льет. Но мы ее отдали. Она принесла, например, вот такая пащика получилась. Большие, длинные свещи. Там вот как палец такой. Я говорю, а что они так блестят? Ну, мама смазывала там, чтобы они отставали от трубок. Я говорю, чем смазывала? Если она растительным маслом, то ладно. Она говорит, нет, она парафином смазывала. Парафином мы все до одной свещи забраковали. Это только в сарай ходить или в туалет. Все до одной. Мы даже ни разу их не зажгли. Даже трубочки смазанные, и мы их не взяли никак. Она какое-то там, такое искусственное масло или что-то еще добавлено было, чтобы она легко вытащилась из трубки. А, да. А вот тот ролик, который до этого мы снимали, вот здесь, с этого же компьютера. Там люди были, там человек 4 или 5. Он, я его никак не найду. Он что, не вышел, что ли, до этого? Вышел, вышел. А ты по порядку иди найдешь. Как же ты в ней не вышел-то? Если я его найду, я тебе его покажу, где... Ты ищи, потому что у нас много, 4600 роликов. Ого! Много. Да, это много, да, действительно. Так у нас есть что? Там и толкование, и правила, все насчитано. И беседы какие, проповеди, ответы на вопросы, стихотворения. Все, смотрю, смотрю, аж глаза болят. Смотрю и смотрю. Все время смотрю. Здравствуйте. Учащий? Да. Учащий болен? Ну, это, Люд, ну, поговори, что мы... Ну, я слушаю. Я слушаю, я, крайне, люблю слушать. Вот, и все. Максим, ты ее привезешь, если то везде? Вот. Что это, Игнатий, а про Валюши этих, вы ничего не слышите? Неизвестно. Какую? Валю Шитикову какую? Где-то она натолкнулась, она на одного человека, наверное, Авель Семенов, монах, разъезжает. Он учит против ИНН и паспортов, и она паспорт свой, пенсию отказалась, и теперь где-то болеет у кого-то на квартире, там, сказали. А, да, да, да. Пошла, видишь, каким путем страдать за что? Ну, она разве не у Александра там была, где-то, это, как ее, Енисейская или где-то. Сейчас там этот батюшка, я его, кстати, лекции тоже все смотрю, этого, Геннадий Фаст. Нет, он в Абакане находится, Хакасия. А, это, Фаст, Геннадий? Да, отец Геннадий Фаст, в Абакане, храм Константина и Елены. В Енисейске, думал он? У брата, да, давно он уже не там, давно. В Абакане? Да, мы к нему заезжали, когда ездили. А я видел, когда мы заезжали. И в Енисейске у Вали были, когда мы миссионерская поездка была, мы у ней там были. Да, да. Познакомились близко со священником, видимо, ту Венес был, хорошая встреча была. А, да. Вот у нас 15-го, через полторы недели в деревне, день деревни будет, 25 лет, как Потеряевку начали строить. Это я уже знаю. Вот, тоже хотел приехать митрополит местный, Сергий, со священниками, Московская патриархия. Ну, понятно. Ну, хорошо, что столько лет продержаться и никак не спихнули, и столько делов там сделать. Это дорогого стоит. Ну, а ты, когда буду выставлять на следующей неделе, ты посмотри, когда они там большие деревья убирали. Как мураши там работали, все. На снегоходе пеньки, пни эти увозили, там такая работа, и какое озеро-то сделали. Ну, вот ты это, слушай, Игнати, вот, Люда, ты как насчет крещения-то, все же думаешь, Лидия? Да, все, ну, пока не будет больше, больше будет, пока не будет. Собраться недолго. Собраться недолго, она говорит. А, главное, всегда. Она очень хочет дочку ее. Дочка у нее такая смиренная, такая хорошая, вот. И все время вот ищет, где молиться, 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 вот, ходит. Она все службы отстаивает, все вот такая вот. А молодая с миром не дружит никак с мирскими девчонками вот этими. Прям все качества такие хорошие у нее. И ее дочка тоже, это, Люда, да. Вот они вместе с ней хотят приехать. Ну, хорошо. Я маршрутку вам скинул уже? Да, да, да. Ну, вот. Десятого июля крещение будет. Десятого. Поэтому надо приехать на несколько дней раньше. Беседы будут идти, занятия. Ну, это понятно. Да, да. Так что это очень хорошо, что есть возможность к тебе съездить. Да. Очень хорошо. Я рад так вообще этому. И другим говорю. Вы молите Бога и радуйтесь, если у вас это получится все. Такое, знаешь, один раз в жизни. Больше нигде не найдешь. У нас баптисер и построен, все сделано. Вот сейчас я буду хлопотать, чтобы туда воду пустили, и чтобы полное погружение там было. Вот это вот. А воду не подключили, как-то не пустили до сих пор. А где баптисер есть, по ступенечкам сходить, такой хороший, полностью можно в голову нырять туда. Вот такое вот. Ну, воды нету, воды можно налить. Нет, воды можно налить, это натаскать. У нас таскать это, ой, далеко, чтобы натаскать воды. Я на службу иду, с собой пятилитровые бутылки беру и несу воду, чтобы хоть там чай пить можно было. Ну, можно где-то там на реку съездить, где-то река, озеро у вас есть там. А река есть, река есть. А почему туда не пойти? Вот один раз в году готовить, и все. К окрещению готовили от трех до пяти лет. Первой апостольской церкви. Да, знаю я это. Это не два дня. Ну, конечно, натаскать. Но в этой воде, значит, человек десять надо перекрестить, чтобы на каждого не таскать все эти вот... Все равно. Ну, в Новосибирске тут знакомый, ты знаешь, Василий Толстенко крестился. Ну, как, не знаю, следователь бывший. С семьей. На втором этаже у них там, в Новосибирске, я не знаю, там, ну, больше пятидесяти ветер, наверное, вы занесли. Ну, так у вас там и народу было, а здесь я один, да и все. Ну, если женщины помогут только, вот, и все. Ну, налитая вода пусть и стоит. Ее один раз натаскал, и все. А Толстенко, чего, как он, он, это, живет? Священник, город Тайшет, Иркутская область. Ох ты! Помни, как он тебе хотел с балкона выкинуть? Это при мне у Толи Петеримова. Помнишь? Как с ним спорил? Он же баптизм. Мы у него были, заезжали, он людей собрал. Это все у нас в ролик ездят, и много вопросов было. Очень хорошая обстановка такая. Он уважаемый священник там. Ну, откуда набрался? От тебя ушел-то он. От тебя был баптиз какой, да ярый баптиз был. Да. Как он боролся за все это? Так это военный следователь, не просто кто-то. Военный следователь. Военный следователь был. У меня, который меня следователь вел с дела, городской прокуратуры. Он принял полное погружение, обратился. А начальник тюрьмы меня в то время вызывал полковник. Так потом я созванился с женой, умер по-христиански. Начальник тюрьмы, полковник. Ну, ну, понятно. Понятно. Ты при нем был там при этом? Да. Он меня все время вызывал и беседовали. Я когда был в Ташкенте, в ташкентской тюрьме, молился там ночью. А утром мне говорят, вы вчера ночью-то молились, я же не оборачиваюсь. Семь преступников сзади становились на колени. Можем мы тоже с вами молиться будем? Ну, только рад буду выпускать. Останавливайтесь. Я был в Новокузнецкой тюрьме, и там один татарщенок, он сильно влип. Решили своровать поросят. Татары-то они не едят свинину, но это уже такие обрусевшие-то. Ну, и он ножом поугрожал этой, которая там старожиха была. Он ничего не сделал-то. Но угроза была, поросенка-то своровали. Ну, ему грозило просто, как он лежал, я когда молился, он мне говорит, а можно я вашему Богу молиться? Ну, я говорю, давай вместе молиться будем. И когда я обратно проходил по тюрьме, а мне говорят, татарщенок-то с вами-то молился, то ему условно дали. Там такое молву пустили, будто бы я тюрьму открыл, всех выпускаю. Интересно, я возвращался когда, только я в камеру захожу, навстречу молодой человек высокого роста, русоволосый такой, и лицо чистое такое, видно, что не курит. И он говорит, вы Бог? Я говорю, нет, я о Боге только возвращаюсь. Сегодня ночью, говорит, сон видел. И мне там кто-то сказал, говорит, сегодня вам в камеру Бог придет. Я говорю, у меня Евангелие с собой. И поэтому, так он у меня высушил, а их двое сидело, он и цыган. А цыган дочь, что ли, убил за то, что что-то там не так было. Ну, они вместе-то были, играли, а он сразу отошел, прям сразу. Так цыган, прям один, по камере, ты вчера со мной был, готов убить его. А он всю ночь сидел и переписывал, в одну ночь. А он сидел-то не за преступление. Когда-то обменивались научными кадрами, отправляли учителей в Германскую Демократическую Республику, а оттуда приезжали сюда. Ну, он там был, и какая-то валютная операция, обмен делал-то. Ну, его и нахлопнули, и отправили не в тюрьму, а на поселение. А он с поселения сбежал, учитель. Его поймали, теперь уже ему грозит официально. И он вот сидел, теперь и переписывал. Я только зашел, уже готовый, даже говорить не надо, как Бог делает. Вот я в тюрьме был, я должен был там быть. Там столько людей про Бога узнали. И который, вот я, которого говорил этот, в словах Владимира Васильевича, он начальник был нашего туберкулезного, это где, отделения там. Он меня вырвал туда. И вот Господь его нашел, нашел. И вот теперь я ему книги послал, может, приедет летом. Я стараюсь всех найти, кто мне помогал. Не могу найти только врача-рентгенолог. Татьяна Прокопьевна. Где-то в Казахстане она, может быть, была. Сейчас не знаю. Так и не нашел ее. А кто здесь в Барнауле помогал? Всех директоров, нынешний, всех нашел и всем подарил книги. Там такие встречи были удивительные. И ролики стоят, как у них были. Мы все засняли. А мне понравилась вот твоя беседа с мусульманкой. Уж больно хорошая беседа вот эта была. Ну, она грамотная очень. Грамотная. Грамотная очень. Так она как тебя любит. Там, смотри, прямо она такая. Мы дорогой идем. А там знакомая или кто женщина? Это ваш муж на меня? Она говорит, нет, это мой учитель приехал. Мой отец. А они ей говорят, так ты еще уже теперь православный? Говорит, я уже православный. Она им говорит, да разве можно веру менять-то? Идем мимо. А там на парапете сидит молодежь. Она только маленько прошла. Она говорит, отец Игнатий, скажите им о Христе, о Боге. Я говорю, так они еще понимают. Они понимают. Еще не ладно, я говорю, переведу им. Мы побыли у них там в мечети. И она меня повела в православный храм. Ты знаешь, вот мусульманка, впечатление такое, светлая душа, понимаешь? Да, очень даже, очень. Светлая душа и с какой-то чистотой она хочет все это знать. Вот. И если он усталерится, что вот христианство, она без колебаний перейдет. Вот такой человек. Если он усталерится. У нее глубокая вера в Бога. Она очень умная. Умная, а видно, что умная. Интеллигентная. Конечно. Так она закончила консерваторию. Там у нее несколько высших образований, два, кажется. И она на четырех языках знает. Приятная, очень приятная. Как верить. Прям она располагает к себе. Мы с ней беседуем. Потом я гляжу, ее где-то нету. Я что-то пошел, гляжу, она на кухне уже молится. Вот так. Как минута, она убегает, молится. Вот как говоришь про дочку, про эту. Да, да, да. Эта дочка, да, тоже такая. И эта тоже, очень чистая она у Люды. В колледже учится там, в Кустанае. А, в Рубном. В Рубном в колледже учится. Но службы не пропускает. Стоит сколько надо. Вот канон Андрея Критского. Она все выставила. И говорит, выхожу, говорит, ой, как я всех людей люблю. Ой, как я всех люблю. Вот после этих молитв действует на нее все. Вот такая чистая душа. Да. Вот хочет, чтобы по крещению у тебя там пройти. И все вот это будет. Ну, ладно. Если вопросов нет, расходимся? Расходимся, Игнатий. Сколько? Спасибо. Спасибо, Господь, тебе. Столько много сказал. Слава. 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 Все выставляется в интернет, так что ты не против? Да, все против. Ну, а слава Божию. Вот тут все с Богом. Отключайся. Отключай. Отключайся. Я там. Я там. Подождите. А, вот. Сейчас, сейчас, сейчас. А, вот все. Нет, ну, вы отключаете. Вот вот это вот.